Здравствуйте! Это программа Город С. Меня зовут Ян Налимов. Преподаватель биологии Самарского лицея «Престиж» Станислава Яницкая вышла в полуфинал российского телепроекта «О лучших учителях страны. Классная тема». В конце года самые талантливые и неординарные педагоги России встретятся на шоу «Классная тема». Семь учителей, которые пройдут отбор по всей стране, покажут, как они проводят свои уроки. Сегодня мы обсудим, каким должен быть современный педагог и зачем для учителей шоу-проекты. В нашей студии учитель биологии лицея «Престиж» Станислава Яницкая. Станислава Владимировна, здравствуйте, спасибо, что пришли к нам в студию. Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Ну и, во-первых, хочу вас поздравить с выходом в полуфинал, потому что, на мой взгляд, это уже достижение, это уже серьезная такая история. Большой был, кстати, конкурс? Сколько было на начальном этапе участников? Как нам говорят эксперты, как нам говорит оргкомитет, было 6 тысяч заявок со всей России, из них отобрали 35 полуфиналистов. 6 тысяч заявок, из них отобрали 35, и вы одна из этих 30. Да, в числе этих 35, да. Ну, это, в принципе, уже, на мой взгляд... Да, это уже победа. Это уже, скажем так, это да, это уже победа, с чем я вас и поздравляю. А вот давайте расскажем, что это вообще за проект, откуда он взялся и как он появился. Дело все в том, что в проект я попала совершенно случайно, был отпуск, летние каникулы, и увидела объявление в одном из сообществ ВКонтакте учителей. А так как конкурс, он при поддержке платформы ВК, и очень много было, собственно, информации на этот счет, но я эту информацию не узнавала. Я не читала про этот проект ничего, я просто увидела такой вызов, для меня было написано, пройдите тест по своему предмету, а я всегда на это обращаю внимание, решила пройти, там давали ограниченное количество времени, и затем попросили отправить видео-визитку, то есть самопрезентацию, себя как педагога. У меня были какие-то материалы, что-то я досняла, смонтировала, отправила, и благополучно на этот счет вообще забыла и даже не узнавала ничего. А потом уже, когда со мной связались к концу августа, сказали, что я прошла, что я прошла в число 35 человек, педагогов по всей стране, я начала узнавать. Это телевизионный проект, где, наверное, один из немногих, где участниками этого проекта станут люди земных профессий, учителя. И здесь основной акцент делается на том, как ты преподносишь материал, то есть оправдывает свое название, классная тема, нужно действительно выбрать не просто интересную тему, а та, которая может зацепить не только детей, которые пришли на урок биологии, но и телезрителей, потому что, как анонсируют, что если мы проходим финал, то мы будем вести уроки не для детей, а для публичных людей, публичной сферы, возможно, это какие-то работники телевидения или науки, сотрудники, то есть вот такая история. Ну, а в первую очередь, конечно, нацелен на популяризацию профессии учителя. И я думаю, что в связи с тем, что сейчас это набирает такие обороты масштабные, в первую очередь, чтобы привлечь молодых специалистов, возможно, с энтузиазмом. В профессию. Вообще идея, конечно, благая. Меня, кстати, вот зацепил такой момент, когда вы сказали, сняла и смонтировала. Вы сами умеете монтировать? Или кого-то просили? Да, конечно. Ну, у нас профессия такая, вы понимаете, плюс я еще и с дополнительного образования пришла. А дополнительное образование – это вообще то, что очень хорошо учит многозадачности. Мы умеем все. Так, что вы умеете еще? Я умею ездить верхом. Я могу вылечить козу. Козу? Не, я понимаю, что вы биолог, но а козу-то вы в смысле… Это интересная история в плане… Я работала в павильоне животноводства в отделе зоологии. И, соответственно, первая… Моя карьера началась вообще с ставки лаборанта. Я вот с этими животными только кучу времени проводила. То есть я знаю какие-то нюансы содержания этих животных, да. Да, умею ездить верхом. Мы умеем монтировать, мы умеем снимать. Мы очень часто участвуем в конкурсах, где необходима видеопрезентация, видеовизитки, да. Необходимо там подключить, возможно, уже какой-то монтаж, да. Я помню, мы по всему городу, по всей Самаре ездили с детьми. Мы участвовали в межрегиональном слете экологов в Крыму. И нам нужно было тоже снимать видеовизитку. У нас не было хромакея. И мы, значит, просто зеленым полотном по всей Самаре ездили, чтобы потом спецэффекты. Вставлять учишься всему постепенно. Ну, тут никак без этого. Ну, я просто слышу сразу прям знакомые профессиональные термины. То есть я понимаю, что вы действительно в теме, потому что вы понимаете, скажем так, мелкие детали. Скажите, вот в пятницу начнется голосование. В чем его суть и что это за голосование? Давайте наших зрителей призовем, чтобы они, так сказать, голосовали. Можно ли это каким-то образом поспособствовать вам? Да, конечно. То есть голосование народное. То есть каждый, кто хочет, он сможет оставить свой голос. Нас будут выбирать семь человек из тридцати пяти, соответственно, по семи предметам. То есть участником этого конкурса мог стать любой учитель-предметник, математика, русский язык, биология, химия и так далее. И с 23 октября, извиняюсь, с 23 сентября по 1 октября пройдет это голосование. Оно будет проходить в официальном сообществе ВКонтакте группа «Классная тема». Еще раз, ВКонтакте группа «Классная тема». Да, сообщество «Классная тема». Там будет ссылка на голосование и там, во-первых, в этом сообществе вы можете просмотреть все видеоролики, которые мы отсняли, ну, для этого этапа. И выбрать понравившуюся вам или тех, кому вы отдаете приоритет. Ну, я думаю, наши зрители уже понятно, кто понравился. И кому надо отдавать приоритет. То есть, друзья, еще раз обращаюсь, вы понимаете, за кого надо голосовать. То есть, заходите в сообщество «Классная тема» и там дальше Станислава Яницкая. Нажимайте кнопочку, потому что это наш самарский педагог. Ну и посмотрите, какая очаровательная девушка. С 23-го числа там появятся ссылки, которые будут на голосование, соответственно, самой. И я думаю, что там... Я не думаю, что это будет какой-то сложный механизм, чтобы каждый смог это сделать, разобраться в этом. Поэтому самое главное – слить за всей информацией в сообществе. В официальном сообществе «Классная тема». Вот после того, как пройдет вот это голосование, отбирают семь лучших, да? Да. И затем что дальше будет? Затем будет финальное гранд-шоу на телеканале «Россия-1», где мы будем проводить, ну, как нам анонсируют, самый незабываемый урок в своей карьере, где вот как раз зрителями и учениками наши станут не просто наши дети и школьники, к которым мы привыкли, а уже всевозможные представители различных сфер. И артисты, и космонавты, намного говорят, и ученые. Оценивать нас будут все. И, соответственно, исходя из этого, потом победитель. Да, потом будет победитель один. Ну, я предполагаю, что один не будет призовых мест, будет один победитель всего этого масштабного мероприятия. Что является главным призом? Пока не разглашали? Нет, говорили, говорили. Это авторское телешоу на одном из телеканалов. В общем, вы станете коллегой. То есть, авторское телешоу какой-то продолжительности, да? То есть, какой-то некий контракт. Я думаю, что да, да. То есть, пока в детали нас не посвящали, но говорят, что именно так. Ну, это вообще есть за что побороться, я вам хочу сказать. Это интересно. Изначально я об этом не знала. То есть, у меня немножко другие цели, наверное, были. Участие в этом конкурсе. Но вы хотите победить? Сейчас уже, конечно, да. Сейчас уже я загорелась. Сейчас у меня уже все внутри клокочет по поводу... Я уже начинаю переживать, смотреть на своих конкурентов. Когда я только узнала то, что я прошла в полуфинал, и нас пригласили в Москву отснять вот эти материалы, отснять этот наш урок, я к этому относилась как к такому развлечению. Ну, потому что это было для меня в новинку. Я особо не делала никаких ставок. А когда в это во все окунулась, когда почувствовала то, как это работает на камеру, почувствовала, что даже где-то меня хвалят, у меня там получается, то вот эту ситуацию успеха ощутила, и, конечно, теперь я зажглась. Ну что ж, эта ситуация успеха, она подбадривает на самом деле. Она дает определенный стимул. Светлана Владимировна, я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет. Он касается, опять же, вашей работы. А затем продолжим нашу беседу. Хорошо. Конечно. Учитель биологии Самарского лицея «Престиж» Станислава Яницкая принять участие в проекте «Классная тема» решила неожиданно. Рассказывает, в один из дней она нашла ссылку на тест по биологии. После удачного прохождения теста Станиславу Владимировну пригласили в Москву, где она прошла последующие испытания. Сегодня педагог вышла в полуфинал проекта, пройдя отбор среди нескольких тысяч своих коллег со всей страны. Для меня, наверное, основной стимул – это доказать самой себе, что я могу профессионально и должна, я профессионально, собственно, вести уроки и работать с детьми, ну и, соответственно, не подвести свои организации образовательные, в которых я работаю, должным образом их представить, показать самарское образование на должном уровне. Начинала свою профессиональную карьеру Станислава Яницкая в детском эколого-биологическом центре, где работала лаборантом в отделе зоологии и животноводства. Тогда же начала принимать участие во всевозможных фестивалях и конкурсах. Желание делиться накопленным опытом и знаниями подтолкнуло Станиславу к осуществлению давней мечты – стать педагогом. Это один из немногих людей вообще, которые я встречала последнее время, которые просто получают удовольствие от того, что она ведет занятия, что она работает с детьми. Это такое вот качество, которому нельзя научиться. Сейчас у полуфиналистки проекта «Классная тема» своя авторская программа обучения, благодаря которой дети не просто готовятся к экзаменам, но и с удовольствием углубляются в изучение биологии. Педагогическую деятельность в Самарском лицее «Престиж» Станислава Владимировна начала относительно недавно, около двух лет назад. Однако даже за этот небольшой промежуток времени, отмечает преподавательский состав и директор школы, знаний по предмету у лицеистов действительно стало больше. Мы видим результаты в глазах детей, в их заинтересованности, в посещаемости уроков, в том, как дети относятся к предмету, как им одновременно интересно и одновременно сложно. А значит, мы говорим о том, что уровень, который поставил Станислава Владимировна, действительно высокий, и ребята стараются стремиться к этому. Учитель – это не просто профессия. Учитель – это призвание, отмечают педагоги. И чтобы заинтересовать детей своим предметом, нужно не только обладать талантом, но и иметь большое сердце. Проект «Классная тема», организованный Министерством просвещения и одним из федеральных каналов, призван поднять престиж профессии, от которой во многом зависит будущее страны. Следующий этап проекта – всероссийское голосование, которое будет проходить 24 сентября. Поддержать Станиславу Юницкую можно в официальной группе «Классная тема» в социальной сети ВКонтакте. Станислава Владимировна, вот мы посмотрели сюжет, очень интересно, на самом деле, вот то, чем вы занимаетесь. Скажите, а как вы решили стать учителем? Вообще, с чего все началось? Потому что ведь был период, но я понимаю, что сейчас жизнь изменилась, а вы так молоды, что на самом деле, я подозреваю, не очень давно в профессии, не очень давно поступали, но тем не менее, ведь был период, когда профессия учителя была, ну, не очень модной уж, простите за это слово. Вот как так сложилось, что вы стали педагогом? Вы знаете, никто не может дать стопроцентный ответ, почему так произошло. Дело в том, что всегда меня какая-то неведомая сила тянула, я всегда знала, что я буду работать в образовании, с самого детства, вот как только момент этого самоопределения наступает, там, в класс 7-й, 8-й, ну, старший класс уже понятно, в старших классах 100% была уверена, что буду преподавать. Не, ну, всегда это когда? Когда вы поняли, что вы хотите учить? Ну, вы знаете, я даже, я помню, в начальной школе приходила с уроков, рассаживала игрушки за партами, ну, импровизированными, и начинала их учить всему, чему меня научили в школе. То есть вы сажали мишек, кукол, и рассказывали то, чему вас учила учительница в школе. Да, причем у меня все было абсолютно правильно и четко, у меня был журнал, у меня были должники, то есть я сама все это фантазировала и придумывала, потом, конечно, мне уже наскучило, так как мне не отвечают, у меня нет диалога, игрушки молчат, я начала приставать к своим друзьям, к одноклассникам, он говорил, давайте останемся после уроков и поиграем в школу. Да, мне крутили пальцем у виска, говорили, ты с ума сошла? Сколько можно уже? Вот, и, соответственно, осталось только выбрать, было предмет, да, дисциплину, который бы я хотела нести. Плюс я еще такой человек, у меня есть какая-то потребность в том, чтобы обязательно с кем-то чем-то поделиться. То есть если я что-то поняла, если я в чем-то разбираюсь, мне всегда хочется всем и сразу об этом рассказать. Я думаю, это, наверное, сыграло свою роль. Конечно, конечно. Так вот, тогда в таком смысле... А, кстати, вы не из учительской семьи, потому что вот эта вот тяга, так сказать, к педагогике-то, она-то откуда-то взялась? Или это просто вот, ну... Вот в том-то и дело, нет, не из учительской семьи. Энергия космоса. Да, у меня в семье ни мама, ни отец, они не относятся к образованию, и меня, в принципе, не... Самое-то интересное, обычно бывает ситуация, когда родители настаивают на какой-то профессии, да? Да, это часто бывает. Здесь такого не было. Здесь мне давали абсолютный полет вообще фантазии того, чем ты хочешь заниматься. То есть кардабланш делаешь, что считаешь нужным? Если хочешь быть врачом, пожалуйста. Хочешь быть там учителем, никаких проблем. Пытайся. Да. То есть это был ваш выбор. Так вот биология. Почему именно биология? Потому что, ну, предметов-то много, на самом деле, интересных. Ну, когда я встала перед выбором, да, какую дисциплину мне все-таки начать изучать более детально, я поняла, что вообще биология, она очень выигрышна в плане преподавания, потому что очень легко ребенка заинтересовать. Биология – это наука о жизни. Вот в прямом, буквальном смысле этого слова. Здесь не будет проблем с поиском применения этих знаний. Здесь абсолютно любую тему можно рассмотреть на себе. Требует очень мало какого-то подсобного материала. Хотя кажется, да, что биологии нужны плакаты, там, микроскопы и так далее. Ну да, всякие вот эти макеты, там, червь, там, разрезанные и так далее. На самом деле все не так, потому что элементарно даже тот же самый обмен веществ можно показать, если в классе есть человек и какое-нибудь растение в горшке, да. Мы уже можем на примере этого показать обмен веществ, как он протекает. А как можно показать обмен веществ, если есть в классе человек и растение в горшке? Ну, я рассказываю детям о том, что вот стоит растение, оно фотосинтезирует. Начальные продукты фотосинтеза у нас СО2 и H2O. Так. А мы сегодня с утра что-то позавтракали. Скорее всего, это было что-то крахмалосодержащее, да, какую-нибудь кашку мы поели утром, чай с сахаром попили. И в наших митохондриях прямо сейчас, возможно, происходит окисление глюкозы до СО2 и H2O, который мы, СО2 мы благополучно выдыхаем, водичка из нас испаряется, и вот, пожалуйста, вот наглядный пример, растения берут это и синтезируют эту глюкозу. А мы двигаемся в то же время. У нас появляется энергия. Ну да, интересно. То есть, огромное количество примеров. Здесь полет фантазии в плане приведения каких-то аналогий. Детям вообще всегда очень интересно, особенно вот восьмой, девятый класс, им очень интересно узнать про свой организм. Ну, анатомия, конечно. То есть, безграничные возможности вообще того, как ты можешь донести информацию. И особенно такой момент, если ты горишь каким-то предметом, ну, это, я думаю, в любой сфере так, дети, они буквально, они очень быстро заражаются. То есть, я постоянно уроков своих повторяю, что я обожаю биологию, что я ее очень люблю, и они говорят, мы уже все это поняли. И им становится интересно, за что же я ее так люблю, в конце концов, почему. Я им говорю, что она дает огромное количество ответов на, казалось бы, сложные для нас вопросы, да, и в бытовом плане очень много вещей. То есть, здесь очень легко показать ребенку, как мы можем применить знания. Здесь не возникает этого вопроса. А зачем нам это учить? А зачем нам это надо? — Вообще, я рад, что есть такие учителя, как вы, и я в какой-то степени сейчас завидую вашим ученикам, потому что, вы знаете, это очень здорово, когда вот ученику на его этапе обучения встречается учитель, который горит своим предметом, который искренне его любит, хорошо его знает, но самое главное любит, тогда он, безусловно, будет его знать, и хочет этому научить, потому что вот тогда, собственно говоря, и появляются люди, которые потом идут в ту или иную профессию. — В том-то и дело, что хочет научить, то есть он хочет донести до ребенка, возможно, очень сложные механизмы простым доступным языком. Это очень важно, потому что здесь нужно понимать, что, наверное, самое, как бы это фарадоксально и звучало, но самое сложное в нашей сфере — это упростить. — Да. — Это сделать так, чтобы это было доступно, понятно, и чтобы какой-нибудь цикл крепса или окислительное фосфорилирование для них не казалось чем-то страшным, они не падали в овморок от этих слов, а понимали это. — И постепенно как бы начинали разобираться. А у вас дополнительное образование какое-то есть или вы планируете получать? — Ну, у меня вообще изначально образование не педагогическое, то есть я заканчивала биологический факультет, тогда еще Самарского государственного университета, потом закончила бакалавриат, закончила магистратуру, получила дополнительную переквалификацию в педагога, в учителя биологии. То есть изначально у меня не педагог. — То есть изначально вы как бы биолог? — Да, у меня классическое биологическое образование, как на всех. — То есть теоретически вы могли заняться наукой и, так сказать, сейчас сидеть, и там я не знаю… — Да, могла, да, могла, и мне кажется, даже некоторые из моего окружения меня в этом видели, но я знала, что я не останусь, наверное, там, чтобы я в школу вернусь. — Что все-таки вы придете в школу. — Кстати, вот в этой ситуации, вот продолжая разговор, а каким должен быть современный педагог, на ваш взгляд? Потому что сейчас ведь, ну, на самом деле, очень сложные времена для педагогов, очень сложные времена для школы, потому что, ну, вот этот разгул либерализма, в плохом смысле слова либерализма, когда, ну, помните эти фразы, там, преподавать, обучение — это, значит, обслуживание, там, дети имеют право на все, ты не имеешь права его наказать и так далее. То есть очень сложно ведь, на самом деле, работать сейчас с детьми, да и с родителями подчас, что уж там говорить, я, сам отец, я, в общем, понимаю, о чем я говорю, когда я смотрю на многих родителей. Вот каким должен быть современный педагог? Вот здесь какая ситуация неоднозначная. Знаете, вообще складывается такое мнение, что современный учитель, и первое, что нам приходит в голову, да, при выражении современный учитель, это тот-то, у кого огромное количество гаджетов, девайсов, кто постоянно использует какие-то новые технологии, видеоролики, там, какие-то интерактивные доски и так далее. Но получается ведь из этого всего, что если это все отобрать, то и учитель как будто бы в этом растворится. Я считаю, что современный учитель – это тот, кто немножко стирает границы, возможно, перед, в хорошем смысле этого слова, то есть здесь очень тонкая грань между дружбой с детьми и, возможно, какой-то фамильярностью, да, то есть ты должен быть одновременно другом, товарищем, наставником и в то же время оставаться в статусе учителя. Современный учитель – это тот, кто не видит ничего плохого в том, чтобы общаться с детьми вне школы, вне класса. То есть, например, я со своими детьми, у нас огромное количество чатов с ними, там, в социальных сетях, чатов биологов, где мы с ними общаемся. Для меня это очень ценно и важно, что они там даже в 2 часа ночи мне могут какой-нибудь интересный вопрос задать, когда там ребенок не спит, вот он уже все обыскал, не смог нигде найти ответы на какой-то вопрос, он написал мне. То есть я вот, да, для меня это самое ценное. – Сурово в 2 часа ночи. – Да, ну, я всегда говорю, во-первых, это моя инициатива, я сразу детям говорю о том, что я всегда на связи, если вы хотите поговорить по поводу предмета, если вас что-то интересует, и я могу вам как-то помочь, я с вами, я здесь, у нас сейчас огромное количество возможностей. То есть показывать, быть ближе к детям, вот стирать вот эту границу какого-то неприкасаемого, возможно, авторитета даже учительского, да, но здесь, я говорю, повторюсь, тонкая грань. – Тонкая грань. – Если, я думаю, это все делать правильно и методично, не возникало у меня каких-то проблем с вот этим вот. То есть мы одновременно можем и повеселиться, и пошутить где-то, да, и на уроках, и я не вижу ничего там плохого в том, чтобы признаться иногда детям, что я, возможно, тоже что-то не знаю, да, это абсолютно нормально. – Это нормально. – Да, и тогда дети расслабляются, им комфортно, они чувствуют, что если я тут в формате учителя могу задаться каким-то вопросом, и я прошу у них помощи порой разобраться, помочь разобраться мне в чем-то, они чувствуют себя комфортнее, им спокойнее, они, ну, банально открываются тебе. – Вот в этой ситуации тогда возникает следующий вопрос, вот насколько он должен быть технически продвинутый современный учитель? Вы сказали, гаджеты и так далее, то есть, по идее, вам нужно, ну, как бы, чтобы быть с ними на одной волне, а они ведь очень быстро это все воспринимают и обучаются, быстрее, чем взрослые, это я сам знаю и замечаю. То есть, теоретически, ну, современному учителю нужно проходить какие-то вот дополнительные, ну, такие, ну, IT-курсы лайт, я бы так сказал, то есть по управлению гаджетами, по работе с техникой и так далее? – Ну, вы знаете, наверное, мне здесь проще, потому что я все-таки, у меня не было вот этого тяжелого периода переключения, да, и цифровизации, например, как у моих родителей или… – То есть вы цифровой человек? – Да, да, ну, конечно, потому что, в принципе, когда-то уже там со школы, ну, я, конечно, не так рано, как наши сегодняшние ученики с этим столкнулась, но вот в классе восьмом, девятом у нас уже активно появились социальные сети, мы начали пользоваться интернетом, а суть, она одна и та же, то есть интерфейсы везде одинаковые, и я вообще придерживаюсь того мнения, что человек в абсолютно любой сфере, он как-то должен стараться идти в ногу со временем, если он хочет добиться какого-то результата и быть продуктивным, потому что без этого невозможно. Я ни в коем случае не говорю о том, что если это человеку неинтересно и не нужно, да, что это плохо не заниматься и не развиваться в этом плане, но все-таки, если мы говорим про какую-то результативность, про продуктивность, про, а тем более про то, как быть ближе к детям, да, то есть я думаю, что, ну, там на самом деле нет, ведь ничего сложного, я думаю, не нужно порой даже какие-то курсы проходить, меня дети всему учат, то есть они меня даже учат сейчас, там, как что-то мне скачать, как мне что-то установить. Ну да, тем более вы же работали в системе доп. образования, вы же сказали, вы даже фильм умеете монтировать, собственно говоря. Ваши ученики ЕГЭ сдавали? Вот это такой сложный момент, наверное, для каждого педагога это ЕГЭ, потому что когда твой воспитанник, твой ученик сдал ЕГЭ хорошо, это вот прям, ну, сразу статус учителя это повышает очень серьезно. Дело в том, что в лицее, вы, правда, заметили, я работаю недавно, конкретно вот в общем образовании, пошел второй год, поэтому лицейские мои детки, они только в этом году будут сдавать ЕГЭ, и мы получим первые результаты от лицея. Что касается прошлой моей работы в сфере дополнительного образования вот на станции юных натуралистов, бывшей, сейчас это эколого-биологический центр, у меня есть авторская программа, называется «На биологии на все 100». Уже успели сделать так. Да, и мы с ними занимаемся как раз-таки не... пустым нарешиванием или тренировкой, да, к экзамену, а здесь пытаемся совместить приятное с полезным, то есть и наглядность с одной стороны, и подготовка к выпускным экзаменам. И есть у меня дети с хорошими результатами, которые, пройдя эту программу, занимаясь с нами, на моем счету, ну, я опять же хочу сказать, что такие высокие результаты – это комплексная работа всех, это и родители, и школьные учителя, и, конечно же, сам ребенок, то есть это один на миллион, был у меня один раз 100 баллов позапрошлого года по биологии. Вообще нужно сказать, что если говорить про ЕГЭ по биологии, один из самых сложных предметов – очень низкий средний балл, мало 100-бальников. Конечно, конечно. И я так понимаю, что тот человек, который получил 100 баллов по биологии, он поступил куда-то в очень хороший вуз. Она учится в Москве, девочка, да, она тоже хочет стать учителем, педагогом, она учится в Московском педагогическом университете. Но это был уникальный ребенок. Уникальный ребенок, потому что на самом деле с ЕГЭ по 100 баллов ей были открыты двери и в медицинский вуз практически любой. Открою секрет, что она сдала не один предмет на 100 баллов, у нее еще общество знания она сдавала. Просто, причем, настолько интересно, вот когда ребенку легко дается, она говорит, вот в середине 11 класса решила, что еще хочу общество знания сдать. И сдала на 100 баллов. Биология на 100 баллов и общество. Абсолютно спокойно и действительно хочет, горит это. Вот тот ребенок, которому вообще не нужно было, знаете, его не нужно было заинтересовывать. Я один раз ей как-то рассказала про тихоходок, про таких беспозвоночных, так она на следующий день уже начала заниматься их разведением, присылать мне фотографии того, как... То есть уникальный такой... Вообще приятно работать, когда ученик хочет учиться? Вы знаете, мне приятно работать со всеми детьми. Да? Да, вот я не могу выделить... Мне приятно и интересно работать с детьми, которые далеки от биологии, которые не хотят этим заниматься. Здесь свой интерес. Мне хочется им показать то, как биология может помочь в их жизни, то, как биология может помочь в той сфере, в которую они выбрали. Если, конечно, ребенок горит биологией, ну, вдвойне замечательно, да? А так выделить вот кого-то совсем не интересно. Станислав Владимирович, прошу прощения, что прерываю, просто времени осталось мало. У меня еще два вопроса, которые очень бы хотелось задать. Вопрос первый. Вот как педагогу не выгореть? Вы понимаете, о чем я говорю? Потому что работа тяжелая, работа сложная. Вот как сохранить вот этот внутренний драйв, который у вас сейчас есть, чтобы он был и через 10, и через 20, и более лет? Ну, наверное, вам нужно пригласить меня через 10 лет еще и спросить, и задать этот вопрос. Вы знаете, тут еще такая история, даже Сухомлинский говорил о том, что очень важно, чтобы у педагога было свободное время для творчества. И сейчас я рада тому, что у нас в образовательном сегменте все ведется к снижению вот этой документальной нагрузки на учителя. И тут еще очень важно коллективная работа руководства и административного сектора, к чему я, например, безмерно благодарна в своем лицее. Они действительно стараются облегчить работу учителя, и у них принципиально важное значение занимает, чтобы учитель вел уроки, готовился к урокам. Я понял. И второй вопрос прям очень кратко. Нужны такие конкурсы, в которых вы участвуете? Конечно. Это точка роста, это то, что дает тебе конструктивную критику, и это то, что избавляет тебя от эффекта самозванца. Потому что первое, когда ты начинаешь работать, тебе кажется, что делал что-то не так, что этого не может быть. Спасибо большое. И удачи вам на конкурсе. И удачи вам в вашей профессии. Напоминаю, в нашей студии была учитель биологии и лицея «Престиж» Станислава Яницкая. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин